денис приветствую тебя привет всем очередная встреча соответственно после снова как и на прошлой неделе после серьезного фундаментального события мы с тобой обсуждаем рынок возможности которые на нем есть движения которые уже произошли которые потенциально еще могут случиться смотрим опять же на происходящее с позиции фундаментального фона и технического анализа поэтому конечно же мы друзья не претендуем на истину первой инстанции мы только хотим вам помочь принятие торговых решений поэтому особо конечно же не критикуйте но с другой стороны за что нас котиковать ведь мы подсвечивали возможности роста индекса доллара слабости рисковых активов и если вы на этом не заработали то наверное нужно винить только себя соответственно и не сегодня мы с тобой я думаю уместно пройтись по европейской валюте можно просто сказать про индекс доллара хотя там у них почти стопроцентная корреляция также можно оценить ситуацию на рынке драгоценных металлов и прям чтобы совсем затронуть и оставшийся сектор финансовых рынков можно еще и на нефть посмотреть то есть угодим всем сегодня давай демонстрация кран подозрался меня секундочку я предлагаю сейчас время переключиться на индекс доллара который кстати говоря вырос по итогам вчерашнего дня и сегодня сохраняет вот этого выше позитивную динамику котировки 112 37 пунктов что мы имеем на данный момент времени американский регулятор соответствует с ожиданиями повысить процентную ставку 75 байсных фонтов соответственно до четырех процентов и можно было бы на этом уже закончить ну то есть повышение ставки самая высокая ставка среди всех развитых стран это достаточный триггер для того чтобы по прежнему верить в рост доходности американских облигаций приток денег в эти активы и соответственно в эту поддержку которую доллар будет получать в следствии этих конверсионных сделок но нельзя не пройти мимо комментариев от жерому паула который подсветил возможности того что на текущем этапе американский регулятор может быть где-то там куларный подумывает о том чтобы когда-нибудь нужно будет все-таки взять паузу но не сейчас поскольку инфляция по-прежнему остается высокой фрес намерены дальше агрессивно активно с ней бороться и для того чтобы вести эту как бы равную борьбу он будет высокими темпами и дальше разгонять ключевую процентную оставку причем очень важный комментарий от паула что прежний ориентир по целевой процентной ставки он может быть даже ниже чем а фактически тот уровень которому ставка придет вот те кто понимает о чем идет речь сразу как бы читали между строк и увидели в этом намек на то что ключевая ставка американского регулятора может легко перевалить даже за 5 и 5 процентов ну разумеется это уже перспективы 2023 года особенно если американский регулятор на последующих заседаниях не станет корректировать свой подход к именно противостоянию высокой инфляции и будет удерживать высокие темпы ужесточения политики то есть фактически пау сказал что решительный подход остается в приоритете американского регулятора и нет сейчас с ровным счетом никаких причин нам как покупателям доллара сомневаться в том что индекс ждут новые новые максимумы сегодня если бы конечно же американский регулятор например повысил ставку на 75 байсных пунктов но дал сигнал что теперь он может взять паузу и замедлить существенно темпы ужесточения политики чтобы оценить эффекты прожилых мер я бы уже начал сомневаться ждут ли доллар новые максимумы но поскольку этого не произошло и все сложилось как нельзя лучше для покупателей доллара я думаю здесь тоже нужно уже не нужно мудрить нужно принять к сведению что восходящий тренд по доллару продолжится и соответственно мы скоро увидим новый максимум европейская валюта которая разумеется является зеркалом отражения индекса доллара снижается котировки 0 97 85 на контрасте действий и цб фрс и цб да тоже повысил ставку на 75 байсных пунктов но что касается действия американского регулятора дом существенно опережает сейчас монетарный подход и действия европейского регулятора и я думаю что и цб даже вот на следующем декабрьском заседании в итоге максимум насколько повысить процентную ставку это будет 50 байсных пунктов что принципе оставить цб в числе отстающих это не говоря про фундаментальный макроэкономический фонд вчера очередной блок статистики по активности производственного сектора кому интересно можете открыть экономический календарь посмотреть что по еврозоне по всем ключевым странам ес тотальное снижение делового сектора активности в промышленном производстве сфере услуг это приближает рецессию которая будет неизбежна валютного блока я бы сейчас здесь тоже ничего не выдумывал друзья предсказуем мне кажется дальнейшие снижения причем вот мы пробили локальный уровень поддержки я думаю что следующей целью для европейской валюты будут уже котировки где-то 0 96 50 0 96 то есть фактически с текущих уровней можно ориентироваться на движение больше чем на 150 пунктов и допускаю что к следующему эфиру мы будем говорить о европейской валюте как об активе который просядет еще сильнее золото я пытался переграть рынок собственно последние дни рассчитывал на то что всплеск волатильности который должен был бы последовать он последовал на фоне заседания американского регулятора может забросить золото там в районе 1680 долларов за тройку даже повыше держал длинные позиции у меня первая цель была 3670 но вчера вообще несколько центов фактически до этого уровня мы не дотянули расстроился конечно очень сильно потому что золото сильно быстро завернулась и фактически сейчас копировки 3627 я к сожалению вот эту спекулятивную сделку лонговый сценарий оказался неправ и пришлось закрываться уже с минусом но особо не расстроился потому что опять же прочие сделки которые были с расчетом на долгосрок они сейчас уже приносят хорошие результаты я думаю что в конечном счете по евро индексу доллара можно будет заработать еще больше сейчас конкретно у меня идеи нету но с точки зрения фундаментального фона да сейчас что нужно делать по золоту это его активно шортить потому что укрепляется доллар растут доходности американских облигаций но я согласен с теми кто не может нажимать кнопку ссылку по золоту потому что делают ставку все-таки еще и на геополитику которая в любой момент может выступить компенсирующим фактором в общем друзья если сомневаетесь принципе так же как и я то возможно лучше остаться стороне от этого актива что касается рынка нефти здесь предсказуемое восходящее движение всю неделю мы растем практически по бренду 95 даже выше долларов за баррель это просто основан на ожидании сокращения предложений за действия опек из-за санкций против российской экономики еще локально нефть подогревает последние отчеты по запасам нефти сша как американского института нефти так и администрации энергетической информации не вижу сейчас никаких причин полагать что черное золото может резко и сильно просесть то есть пока у нас локальный восходящий тренд и пока трейдеры которые покупают золото реально готовятся к серьезному дефициту предложения конец года может быть текущие уровни на долгосрок вот где-то в диапазоне даже текущего ценового значения и отметки 90 это идеальные точки кода на долгосрочный байт надеюсь друзья то что вы все таки открывали если заходили в рынок открывали ланге по более низким уровнем когда мы возможности этого ранее подсвечивали вам и сейчас уже хорошим профитом но в целом мои ожидания дальше что мы продолжим расти и возможно уже в ближайшей неделе может быть даже раньше протестируем 100 долларов за баррель день и слова тебе так хорошо как раз вот расчерчивал евро и так друзья всем 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 привет значит по евро у нас достаточно классная на самом деле торговая ситуация то есть заключается она в том что движение вниз то как какое которое точнее мы как раз таки ждали она у нас полноценно формируется еще конечно не сформирована но формируется значит сейчас вот если комплексно технически на общую картину глянуть мы четко видим что есть такой можно назвать его и каналом восходящим либо можно просто трендовую накину что цена вот как раз четко к трендовой пришла и здесь же находится у нас еще и депок всего декабрьского контракта фьючерсного то есть и плюс еще опорный объем вот он даже подсвечен красным квадратом в общем это тот диапазон который цена наиболее активно проторговали проторговалась где крупно рыночный участник себя максимально проявляли и теперь единственный вопрос будет ли откат я не знаю заранее никогда не люблю прогнозировать вообще откаты потому что это такая величина которая но скажем переменная нам заранее неизвестно то есть могут с откатом пойти могут без отката общая цель у меня вот уже как артем как раз четко сказал 9650 у меня это диапазон то есть 9670 9630 то есть это построено с помощью маржинальной зоны двойной и с помощью локального уровня поддержки и вот такой диапазончик вырисовываться по опционам там так же есть хорошая проторговка на 097 в общем у меня на самом деле нет сомнений в том что цена придет вот к этому диапазону особенно учитывая то что если комплексного посмотреть на саму структуру то у нас очень не классическая была сформирована структура то есть движение вверх двухфазная как раз два три и потом отваливаются вниз причем скорее всего с полным перекрытием сегмента это весьма классическая формация и теперь смотрите если если будет откат вверх то лучше всего продавать вот этой зоны 9860 9915 это сильный диапазон который на часовом на четырехчасовом это локальная проторговка вот текущей торговой недели и плюс здесь же был проталкивающий объем вниз который вчера сформировался вот как раз на риторике павелла поэтому если будет сюда коррекция можете продавать тут как раз уровень опорной свечи проходит и вот такой дальнейший сценарий либо либо же могут упасть прямо с текущих еще раз говорю заранее невозможно сказать будет откат или нет но мы четко знаем что мы будем делать если этот откат будет касательно индекса доллара ну здесь понятно все очевидно это самый большой вес евро находится в расчете индекса доллара там ку-ка 56 с половиной процентов и здесь я показывал тоже на своем открытом канале что ожидает движение вверх когда цена как раз вот падала вниз было где-то в районе вот уровня 110 как раз показал что ну вот буквально к зоне могут дотянуть и дальше стрельнуть вер скорее всего на перехай ну собственно полпути пройдено дальше открытое абсолютно поле может быть придут снова в район 115 вообще не исключаю запросто такое может быть и в принципе с учетом того что вчера павел сказал я кусочек пресс-конференции увидел о том что он прям вот яра так настроена бороться с инфляцией что могут и до 5-6 процентов повысить то есть там конечно эти цифры не озвучивал но тонко намекает в принципе я уж сколько помню риторики всех глав фрс они как-то вот очень расплывчат а такими загадками постоянно говорят вроде и сказали а вроде нет что в случае чего а мы не говорили поэтому я думаю все-таки повысят до пятерку мы с очень большой вероятностью увидим но единственное как раз об этом писал за час ровно до ставки фрс о том что думаю что где-то на 0 5 процентов будут повышать начиная с декабрьского заседания то есть там потом будет уменьшаться уже повышение поэтому пока что локально все-таки индекс доллара на переходе то есть я вижу где-то в район 115 промежуточная коррекция возможность текущих потому что здесь хорошего накопления есть но опять-таки его могут и пролететь поэтому здесь лучше не рисковать лишний раз поэтому следовательно и евро из продажи есть лучше держать в район 0 9650 что касается золото значит золото естественно среагировал абсолютно логично идентична валютам мы вот как раз с ребятами но я уже много раз озвучивал эту цифру в районе 1661 это очень классическая вообще была комбинация расторгована то есть паттерн перепозиционирование он же перекрытие сегмента также называется здесь у нас были объемы которые появились на прошлой неделе и с дальнейшем проталкивание вниз и полным перекрытием предыдущего отката и цена при коррекции подошла к одной второй маржиналки здесь вот такую тень хорошую дала честно вчера даже чуть напрягся потому что мне не было времени там внимательно все отслеживать но можно было войти красиво на 1665 там был сигнал уже на часовом на получасовом графиках вот это нужно было просто сидеть и все это дело отслеживать но я у нас в закрытый канал просто дал заранее лимитку еще по моему даже тридцать первого числа где-то в общем гораздо раньше что мол если сюда добьют ловите ну в общем поймали дата маленькая просадочка вначале была но сейчас конечно красота уже почти 350 тиков пропетляли поэтому первая остановка это все-таки 1620 такой хороший уровень поддержки все-таки у нас вот локально экстремум 1 локально экстремум 2 1617 в районе 2 экстремум поэтому лучше с маленьким зазором взять так как прошлый раз все-таки недобой был небольшой поэтому я и сейчас тоже возьму с учетом вот этого небольшого недобоя вот но не факт что на этом закончится дело в том что внизу очень серьезный есть диапазон поддержки с точки зрения опционов вот где он находится и этот диапазон имеет вот такие вот границы значит 1500 там даже чуть-чуть его купить вот 1584 это верхняя граница и нижняя граница 1570 в общем это реально серьезный диапазон я не могу сказать с уверенностью прям дойдем мы сейчас туда или нет но в принципе это вполне возможно учитывая движение по индексу бакс если он пойдет реально на перехай то есть районе это 115 это золото ничего не останется другого тут уже экстремум близлежащие рядом и сама структура то есть нисходящие никакие максимумы не перекрывались поэтому движение вниз это мы будут в приоритете но первая цель это в районе все-таки 1620 и дальше уже погонят еще вниз то есть вплоть до вот таких экстремумов вот так что здесь нужно быть внимательным и касательно нефти вот по нефти как бы логично вроде было бы смотреть также какие евро как и золото вниз но нефти это самый спекулятивно геополитический сырьевой инструмент и поэтому у меня здесь мнение не помню с тобой в прошлый раз или в позапрошлый по моему рассматривали тоже нефтянку на тот момент она была где-то вот в районе вот это вот флэтовой чехарды находилась и тоже как раз когда с тобой анализировали говорили о том что в рост рассматривайте именно покупки то есть в моем случае тоже сказано сделано то есть именно покупки у нас в приоритете я часть еще 50 процентов покупок еще держу прошлые как раз очень интересную комбинацию раз торговали цена подошла к маржинальной зоне и также вот к такому локальному уровню сопротивления от которого кстати говоря да есть до сих пор отскакивает еще вверх и в сочетании также с маржиналкой поэтому здесь я прошлые покупки как раз закрывал но при этом решил думаю ну мало ли сработать в откат потому что очень крупный воду точный объем нам накидали сюда сработали вот как красиво и здесь же закрыли получается продажи на откат и сразу же открыли сделку на покупку я в тот момент вообще сидел на чемоданах и тем перед эфиром рассказывал эту историю как раз вот именно в этот момент сработала лимитка на 8550 потому что здесь очень сильная зона накопления объема то есть такие диапазоны цена как правило с одного касания не проходят то есть таких примеров на историю огромное количество можно найти и поэтому здесь была уверенность в том что все-таки ну там с риском 150 тиков это не так уж и много цена все-таки отлетит и она отлетела действительно и сейчас я думаю это промежуточная остановка там какую-то внутреннюю еще может даже откат добьют и в конечном результате пойдут в район 93 потому что на уровне 93 вот прям очень красивый находится на самом деле диапазон то здесь контрольная маржиналка от уточняющего уровня здесь же находится еще локальный уровень сопротивления и по опционам здесь тоже такие хорошие блочные сделки как раз сюда попадают поэтому я не вижу причин чтоб цена туда честно не дошла то есть абсолютно не вижу трендовой поддержки здесь тоже накинул заранее то есть видим что может быть даже с учетом флета до него попытается достать то и в целом структура если так посмотреть то есть похоже очень на то что все таки нащупали уже вот это вот но потому что прошлая коррекция была полное и перекрытие вверх то есть это формирование паттерна перепозиционирования коррекция в зону срабатывания этого паттерна и снова движение вверх и здесь как правило ближайшая цель по вот этому экстренному от которого началась последняя коррекция поэтому в целом я думаю что нам все таки какую-то очень хорошую коррекцию ну дадут и тем более здесь еще такие вот классные старые уровни есть они конечно были много раз распилены но с точки зрения цели они будут весьма эффективны поэтому я все таки стараюсь не дергаться и буду держать тут всего 50 процентов осталось покупок но лучше придержать поэтому у меня все таки расчет нефть в рост золото в продолжение падения индекс доллары еще раз напоминаю в рост и евро продолжение падения если будут откат от этой зоны можно будет продать спасибо денис за комментарии собственно по-прежнему мы с тобой определяем тенденции на основании и техники фундамента в одном направлении это хорошо это обнадеживает что рынок все таки продолжит двигаться именно в обозначенных направлениях остается только бело за малом следить просто за тем чтобы эти цели были сделаны как и всегда друзья продолжим актуализировать уровни фон возможности для вас каждую неделю следующий эфир не исключение через неделю так в четверг мы с денисом обсудим где активы будут уже по прошествии еще одна неделя но думаю что с учетом того как сейчас валится рисковый инструмент и растет индекс доллара будут уже может быть даже около целевые ориентиры которые мы с тобой выставили надеюсь что так иногда нужно визуализировать и дополнительно верить в позитивный исход я не спасибо тебе за то что смог найти время подключиться на обсудить со мной рынок рыночные возможности подсказать кампе классные торговые рекомендации ну тогда до скорых встреч и тебе хорошего закрытия недели спасибо тебе тоже отлично закрытие недели хороших выходных и нашим подписчикам традиционно соблюдайте риски и прибыльных вам сделок хотя такие торговые возможности мне кажется неприбыльные сложно чтобы они принесли поэтому всего всем наилучшего ставим лайки не забываем точно пока пока пока